Из 21 века в 19 по вине коммунальных служб оказались резко отброшены жители Балахнинского района. Центральный водопровод вышел из строя в поселке Совхозный. Десятки многоквартирных домов, тысячи жителей, социальные объекты. Все сидят без воды. Цистерны воду привозят утром и вечером, но ее не хватает. Дошло до того, что люди собирают дождевую воду. Когда дождь идет, вот здесь сливается вода. Мы отсюда таскали ведра. Вот ведра, что таскали из-под дождя. Муж привез вчера за Волжья два бетончика воды. Но ее тоже пить невозможно, потому что она как техническая вода идет. У меня лежачий больной, вообще никакой. Вот лежит в таком положении пять лет. А вода нужна. Я ничего не могу делать, не стирать, ничего. И зато сейчас не хватает пеленок и памперсов. Я, значит, мне приходится стирать. Я две стирки делала в день. Ежедневно две стирки машинкой. Я сейчас не могу. Я сушу на балконе, вот то, что апсиканное, и опять его стелю. У меня уже коробом все эти пеленки и одеяло, и все уже. Потому что как на железе уже лежит. Детский сад Липовская ООЖ, подразделение детский сад, закрыт, так как в поселке нет воды уже со среды. Родители все пишут жалобы, потому что на работе никого не отпускают. Административно не дают. А детей маленьких деть некуда. И сотрудники тоже, считай, без работы. Это случилось одномоментно. Во вторник поздно ночью вода закончилась. И какого числа? 24-го. Во вторник 24-го. 25-го с утра ее уже не было и по сей день. Производится у нас подвоз воды. Я говорю, так как мы этим подвозом воды можем постираться, помыться в конце концов, в туалет нормально сходить. Нам, во-первых, никто не объяснил, какая причина, почему у нас нет воды. Звоним в обслуживающую компанию. Нам говорят, ждите, мы ничем не можем помочь. Они ждут, наверное, когда у нас какая-нибудь болезнь будет, потому что у всех полные унитазы. Полные. Люди мучаются. Ничего. Если у начальников, которые вот, ну, как сказать, командуют водой, у них не было бы воды, они бы так не делали. Не знаем, как обстоят дела у начальников, но вот у Нижегородской областной коммунальной компании, которая отвечает за Балахнинский район, все спокойно и ровно. В разгар рабочего дня, когда десятки многоквартирных домов и детский сад сидят без воды, коллектив режется в домино. Один вопрос по поводу поселка Совхозный. Там нет воды. Вы знаете про это? Нет. Не знаете? Нет, мы слесаря, мы ничего не знаем. Вы серьезно говорите? Серьезно, абсолютно. Начальник сидит, спрашиваю. Идите к начальнику, спрашиваю. Объясните нам, что там с водой-то, Совхозным? Я ничего не могу объяснить, на самом деле сидеть. Он ничего не объясняет, он убегает и все. А я тогда еще не могу объяснить. Я информации вообще не могу. То есть вы не знаете, что там нет недели воды? Он сказал, товарищ Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич. А мы неуполномочены давать ничего. А почему? Ну, потому что пресс-служба есть, звоните к секретарю. Ну, вы можете нам объяснить, почему нет воды? Не можем. В поселке Совхозной. Не можем. В чем там дело? Там тысяча людей без воды. Я говорю, не знаю. Почему вы не хотите нам рассказать все? И людям ничего не объясняете? Там детский садик без воды. Я вам не скажу, у меня нет информации. Как нет информации? Вы не знаете, что там нет воды? Я говорю, давайте без секретариев не снимайте. Детский садик, детский садик, не трогайте, пожалуйста. Детский садик без воды. Лежачие больные без воды. Вы про это знаете? Администрация Балахны говорит, что прямых рычагов воздействия на коммунальщиков у них нет. Чтобы хоть как-то ускорить их работу, провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Установили сроки возобновления водоснабжения. Для того, чтобы установить нормативные сроки, мы провели заседание КЧС, где своим решением установили сроки до 30-го числа сегодня. Вот сейчас мы как раз контролируем данные сроки. Сегодня должна быть вода уже? Мы не знаем, устранит ли опять гарантирующий поставщик данную проблему. Пока это сложно, технологические проблемы там есть. А что говорит НОК? Какие сроки они? НОК про сроки пока не говорит ничего. То есть они не комментируют. Кстати, мы только что связались с жителями. Воды как не было, так и нет. Жители и администрация пишут на коммунальщиков жалобы и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Но воды от этого больше не становится.